СНТ Впрочем, от ушлых воришек не спасают даже высокие заборы. В этом году в СНТ «Урожай» поселка 31 октября и в деревне Берева обчистили шесть дачных участков. Дома не были оборудованы сигнализацией и тревожными кнопками, а ведь сегодня это одно из эффективных способов защиты. Выставление поста физической охраны, выставление поста патрульной охраны с оружием, без оружия, с собаками, без собак, реагирование на охрану тревожной сигнализации, которая может быть установлена в каждом индивидуальном домовом строении и владении. И превентивные меры – это установка прожекторов с датчиками движения, которые включаются тогда, когда в его зону действия попадает какой-то злоумышленник. Технические средства есть, денег нет, жалуются председатели. У Владимира Захарова в СНТ 122 дачника, из них большинство пенсионеры. Своевладения охраняют по старинке – заборами и шлагбаумами. Сотрудничают с участковыми, но этого мало. На собраниях садоводов в этом году предложат услуги ЧОПа. Пригласим их на собрания обязательно, а также я постараюсь как-то собрать такие кустовые собрания председателей, и туда тоже пригласим этих товарищей, для того, чтобы могли поставить, объяснить ситуацию, ну и, по крайней мере, предложить свои услуги по охране объектов. Цена вопроса индивидуальна. Все зависит от количества состава СНТ, его удаленности от города и специфики договора на охрану. Татьяна Барулина, Илья Мельников, Наталья Красавина. Новости дня.